Всем здравствуйте! Спасибо, что дошли до конца второго дня. Меня зовут Перепонов Дмитрий и я работаю в компании Крок. Соответственно, про компанию Крок я много рассказывать не буду, потому что есть достаточно много рейтинговых и прочих маркетинговых материалов, которые расскажут гораздо больше и лучше меня. Соответственно, я работаю старшим консультантом по внедрению бизнес-приложений. За последние три года я участвовал более чем в пяти проектах по внедрению BI и во множестве пресейлов. Также я являюсь сертифицированным специалистом-разработчиком по таким платформам, как Oracle BI и Datamir. Соответственно, вы можете обратить внимание на то, что я являюсь сертифицированным разработчиком, но доклад носит более аналитический характер, и это связано тем, что у нас в подразделении бизнес-приложений нет жесткого разграничения. У нас есть консультанты. Как раз небольшая отсылка к докладу о полукровках, который недавно был. У нас есть консультанты, которые в рамках одного проекта могут выполнять одну или совмещать несколько ролей, таких как аналитики, тестировщики, либо разработчики, внедренцы. Мы понимаем все риски этого решения, и мы стараемся очень аккуратно подходить к совмещению ролей, по причине того, что по нашему опыту, например, совмещение разработчика и тестировщика, или аналитика и разработчика, может сильно повлиять на качество решения, которое мы выдаем. Соответственно, очень здорово, что мы все здесь собрались, и такой небольшой план докладов, чтобы понимать, зачем мы здесь. Мы немного поговорим о том, что такое биосистема и зачем они нужны, какую функциональность они предоставляют, и, соответственно, про специфику работы аналитика на проектах по внедрению BI. Соответственно, для небольшого понимания, поднимите, пожалуйста, руку те, кто знает, что такое BI. А те, кто участвовал в проектах по внедрению BI. Замечательно. Соответственно, поговорим, зачем нужен BI, что это такое. По нашему опыту, это в первую очередь очень мощный инструмент для бизнес-анализа, потому что чем больше становится компания, тем больше появляется в ней различных систем. Каждая система несет в себе какие-то данные. И, соответственно, все эти данные надо как-то обрабатывать, и BI-система – это как раз то решение, которое позволяет из большого количества данных находить ту полезную для бизнеса информацию. Соответственно, основными возможностями BI являются информационные панели, которые отображают определенный набор визуализаций и подходят для статистического анализа, либо оперативного мониторинга каких-либо предметных областей. Это регламентированные отчеты, то есть это все те длинные и большие Excel, которые мы с вами очень любим. И ключевой инструмент – это id-hoc-анализы, которые позволяют строить так называемые отчеты на лету. То есть это конструктор оперативных отчетов. Когда нам нужно срочно получить какую-то информацию, мы можем открыть конструктор отчетов, выбрать необходимые нам измерения, показатели и построить какие-то таблицы, диаграммы, посмотреть, что у нас происходит. То есть ответить на какие-либо вопросы, на что у нас входит больше всего денег, либо что у нас чаще ломается, ну или, например, кто позже всех приходит на работу. Относительно недавно нам в компанию заказчик прислал техническое задание, которое они написали самостоятельно. И в этом техническом задании фигурировали 130 регламентных отчетов, вот как раз этих Excel. Мы посмотрели на это техническое задание, подумали, ну, что они с этим будут делать дальше. И как раз на этапе пресейла, когда мы показывали возможные варианты программного обеспечения, мы приехали с небольшим прототипом, показывая генеральному директору, и сделали упор как раз на информационных панелях и id-hoc-отчетах. И уже примерно посередине демонстрации генеральный директор сказал, что вот это вот именно то, что он хотел, потому что он устал уже искренне от того, что ему каждый день на стол приносят какие-то большие отчеты, кладут, и ему надо в них разобраться. Он хочет открыть планшет, быстро и наглядно посмотреть и понять, что у него происходит в компании. Соответственно, теперь давайте поговорим немного о внутренностях BI-системы. По запросу «Архитектура BI в поисковых системах» вы можете найти много различных вариантов архитектур, как такие, достаточно простые, либо такие, можно посложнее, можно даже вот такую вот найти. Но мы их все оставим для более маркетинговых материалов и документов с названиями, например, концепция. Поговорим по сути, что такое функциональная архитектура BI. Типичная архитектура состоит из трех уровней. То есть нижние — это источники данных, то есть это база данных, в которой хранится непосредственно информация, либо как best practice — это корпоративное хранилище данных, которые из различных систем собирают информацию и хранят в пригодном для анализа виде. Соответственно, средний уровень — это метамодель. Она настраивает переход от терминов базы данных к терминам пользователя. То есть если у нас где-то в таблице лежал документ ID, то для пользователя он станет номером договора, например. И также метамодель, она указывает связи между данными, чтобы система понимала, как у нас связаны сотрудники, например, продажи в магазинах и товары на складах, которые лежат. И верхний уровень — это непосредственно инструменты конечного пользователя. Это информационные панели, регламентные, хок-отчеты. И здесь я дополнительно отобразил еще страткарту, потому что многие BI-системы могут автоматизировать и ее. Теперь перейдем к специфике работы аналитика на проектах по внедрению BI. Начнем с типичного этапа сбора и анализа требований. И этап этот есть почти в любых проектах по внедрению любых систем. И задачи у него примерно одинаковые, но дело все-таки кроется в деталях, поэтому мы достаточно подробно рассмотрим первые два пункта. Соответственно, самое важное — это с чем мы идем к заказчику. Есть два различных подхода. Это первый, когда мы узнаем, какие у него есть требования к системе. Он нам выдает какие-то требования, которые говорят, какие отчеты должны быть и какая информация должна быть в системе. Второй подход — когда мы идем и узнаем, какие проблемы есть у заказчика, узнаем его боль и узнаем, какие задачи он хочет поставить перед BI-системой. В первом случае, соответственно, заказчик получает систему, которая соответствует его требованиям, а во втором случае заказчик получает систему, которая решает его проблемы и помогает ему в дальнейшем в бизнесе. И я составил небольшой перечень вопросов, таких достаточно опасных, которые на моей памяти хотя бы один из них задавал, наверное, абсолютно каждый заказчик, с которым я работал. И если вовремя грамотно не объяснить заказчику, в чем подвох этих вопросов, то можно всю систему поставить уже на неправильный путь. Соответственно, я их немного сгруппировал. Это первый вопрос — а зачем нам вообще нужна BI-система? Потому что я разговаривал с одним руководителем, который апеллировал к тому, что у него есть телефон. Я сейчас позвоню своему специалисту, он мне все расскажет, гораздо лучше вашей BI-системы. И на тот момент он мало задумывался о том, что специалист по звонку подорвется, бросит абсолютно все свои дела, начнет мучить коллег, что-то искать. И, соответственно, два вопроса — когда он предоставит эту информацию и насколько корректна будет эта информация, потому что про человеческий фактор мы не забываем. Дальше у нас идут вопросы, а можно ли мы руками корректировать данные будем, потому что иногда делал какой-то анализ, а тебе, например, не очень нравятся данные, либо ты считаешь, что там как-то иначе должно быть. Соответственно, здесь нужно объяснить, что в целом можно сделать все, особенно по версии некоторых сейлс-менеджеров. И, соответственно, для учета и корректировки данных есть учетные системы. Они для этого предназначены. У BI-системы все-таки немного иное предназначение. Это такой относительно единственный источник корректных данных всей организации. И можете просто представить себе ситуацию, когда вы сделали какой-то отчет, график принесли его генеральному директору в 10 утра, а к 3 часам дня он его где-то забыл, оставил, потерял еще что-то, просит сделать заново, вы ему приносите, а там совершенно другие цифры. Вопросов уже будет много. Также вопрос про хранилище данных, которые лежат под большинством BI-систем. Соответственно, многие не понимают, зачем нам хранилище данных. У нас в каждой учетной системе, в CRM, в ERP, есть база данных, которая ровно так же хранит информацию. И без хранилища данных это и дешевле, и быстрее мы сделаем BI-систему. И это все, конечно, очень хорошо, но до того момента, пока кто-нибудь не построит очень сложный анализ, который нагрузит учетную систему, и те, кто должны в ней работать по назначению, работать больше не смогут. Ну и последнее, соответственно, это вопрос визуализации того, что делает BI-система. Потому что, во-первых, мы вспоминаем про кейс с генеральным директором, который хотел техническое задание, ой, прошу прощения, который хотел много регламентных отчетов, точнее, по версии его аналитиков. А на самом деле он хотел простые информационные панели, которые отображают понятную доступную информацию. Также прошлым летом нам один из заказчиков прислал форму статистической отчетности, которая состояла из 50 столбцов и 900 строк. Ну, соответственно, смотря на эту форму, у меня только один вопрос, сколько надо в год убивать леса, чтобы регулярно печатать эти отчеты. Соответственно, теперь перейдем к этапу проектирования системы. Аналитик здесь не играет какой-то ключевой роли, но обязательно нужно упомянуть этот этап, потому что аналитик не говорит здесь проекту «до свидания», кидая документацию на стол, а он продолжает поддерживать проект и курировать все решения, которые принимаются на этапе проектирования. Потому что он должен следить за тем, как разработчики понимают те или иные требования и как они видят систему в целом. У нас в компании мы специально техническое задание детализируем на функционально-техническую архитектуру, которая описывает систему в целом, как она будет реализована, и функционально-техническая архитектура детализируется на функциональный дизайн разработки, где идет полное описание от требований технического задания изначального до описания конечной реализации разработчикам. Соответственно, аналитик курирует и выверяет все эти документы. На этапе разработки я подробно останавливаться не буду, потому что аналитик здесь наименьшей степени задействован. Хотел бы поговорить о тестировании. Соответственно, как стандартное тестирование чаще всего проводится, это берется техническое задание, мы смотрим какое-то требование, например, сформировать отчет, система отчет сформирует, ура, успех, тестирование пройдено. Но многие недооценивают важность бизнес-правил и данных. Начну, пожалуйста, с бизнес-правил, потому что есть простые кейсы, когда у нас в учетной системе есть цифра 10, и в отчете должна быть цифра 10 в анализе. Это хорошо, мы сверили, все отлично. А есть случаи, когда BI анализирует какие-то события, которые регистрируются в учетной системе. И, соответственно, много влияющих факторов в бизнес-правилах, например, до 6 или после 6 вечера это событие было, кто был задействован, в какой последовательности были события. Соответственно, от всего этого будут зависеть те или иные показатели, которые рассчитывает BI-система. И, само собой, тестирование данных, причем не просто посмотреть, то что, ну, вроде минус 15 рублей выручки нигде нету, значит, все нормально. Тестировать необходимо каждую цифру, которую выдает BI-система, потому что мы сдаем систему заказчика, заказчику он знает свои цифры, он знает, что у него в компании сейчас происходит, он делает какой-то анализ, не видит своих цифр, и, соответственно, ошибку вы поправите, но доверие к системе потом вернуть будет достаточно сложно. Теперь поговорим о внедрении и обучении. Оно у нас проходит обычно в три этапа. Первый этап – это демонстрация, решение, когда мы обычно рассказываем, зачем нужен BI, какие у него есть возможности, как его применять. Это обучение на местах, когда мы сидим рядом с пользователями, показываем, как работать с BI-системой, и непосредственно разбираем какие-то кейсы, которые у них на работе были в последнее время, где могла бы пригодиться BI-система. И, соответственно, удаленная неочеподдержка, когда мы отвечаем на вопросы пользователей по почте, по телефону, в мессенджерах, и даже периодически приезжаем снова к ним на рабочее место и какие-то вопросы решаем, объясняем, показываем. Года два назад у нас был случай, когда мы автоматизировали достаточно большой отчет о работоспособности билетопечатающих аппаратов, которых было достаточно много, и они были разнесены достаточно сильно территориально. Соответственно, был отдел, который курировал работоспособность этих аппаратов. Они со всех своих подчиненных собирали информацию, то есть они регистрировали их в учетной системе, информация стекалась в отдел. И мы сдали отчет, соответственно, дальше появляются вопросы, что нам кажется, у нас вот здесь работает больше аппаратов. Или вот мне сейчас позвонили, что здесь вообще не работают аппараты, а у вас в отчетах все хорошо. И, соответственно, дальше по каждому случаю мы распутывали такой большой кубок от учетной системы. Соответственно, что в учетной системе было, кто зарегистрировал, кто что не зарегистрировал, кто что забыл нажать. Соответственно, как это все обрабатывалось И как данная цифра получилась уже в отчетности И таких случаев, наверное, мы разобрали достаточно много Это происходило каждый день на протяжении двух с половиной недель Потому что отчет был ежедневным Зато сейчас мы достаточно сильно сократили работу их отделов В плане подготовки отчетности И они уже полностью доверяют нашей системе Соответственно, подведем краткий итог То, что BI — это инструмент для бизнес-анализа И это нечто большее, чем отчетность Соответственно, BI-система должна не просто как-то формировать отчетность Она должна решать задачи и проблемы заказчика Мы, как аналитики, профессионалы должны курировать И решение заказчика в отношении BI-системы И, соответственно, решение, которое принимает наша команда Чтобы она полностью соответствовала ожиданиям заказчика Ну, соответственно, тестируем, проверяем, еще раз тестируем И мы с системой все-таки делаем для того, чтобы заказчик сказал не ой, как все это сложно, а спасибо за отличный инструмент. На этом у меня все. Если у вас остались какие-то вопросы, спрашивайте, задавайте. Спасибо большое за доклад, очень интересно. Я бы хотела вас спросить, бывали ли случаи, когда вы приходите показывать себя и систему, заказчик видит много красивых графиков и говорит, что, ой, а я хочу, чтобы оно еще динамически, я не хочу столбики, я хочу, чтобы кружочки, и как вы тогда работаете в таких случаях заказчиком, как вы объясняете им, какая программа больше подходит? На самом деле, на первом слайде я специально добавил про биосистемы. Такой вот график, который как бы, да, это пайчарт, он что-то отображает, но бизнес смысла несет абсолютно никакого. Также у нас есть система от Microsoft Power BI, которая есть там прекрасное отображение с плавающими рыбками в аквариуме, которые там и размер рыбки показывает, насколько там большой или маленький показатель. И это все очень красиво, это абсолютно всем нравится, пока не дойдет дело до анализа информации, потому что когда ты смотришь на это и ничего не можешь понять, но рыбка зато очень классная и красивая плавает. Соответственно, здесь только, не знаю, если решать вопросом прототипирования, то есть показать вот то, что вы хотите, а вот то, что мы вам можем предложить как альтернативный вариант. И как пытаться обосновать, почему в вашем варианте достаточно лучше будет для анализа информации. Проблема довольно часто, да, при архитектуре учетной системы ДВФ для решения, пользователи не верят, что вот эти данные будут попали. Поэтому мы сказали, да, что там, проверяем, проверяем, если вы хотите, поделитесь, как быстро трекер-трекер-трекер информацию в системе источник, как решаются такие задачи, чтобы быстрее все это. Ну, во-первых, на этапе первого внедрения, если мы говорим о простом кейсике, когда у нас есть учетная система, и есть BI-система, они должны отображать примерно одинаковые данные, то там можно какие-то автотесты придумать, либо банальная сверка в Excel построили здесь, построили в этой системе, показали что вот ваша информация сходится и соответственно второй даже не знаю как его ускорить зависит от всей цепочки если есть сложные какие-то бизнес-правила которые влияют то по моему текущему опыту если только вот разбирать подробно каждый кейс почему так произошло и почему здесь вот данная цифра отображается мы можем после доклада еще кулуарно обсудить последний вопрос очень интересный начну с первого пожалуй заказчики бывают совершенно разные некоторые приходят с определенной потребности что им нужна какая-то определенная биосистема они уже посмотрели выбрали второй случай когда мы ну примерно понимаем что там если это госорганизация то это наверное все-таки не импорт какой-то на волне импортозамещения то есть мы можем уже примерно понимать какие у нас варианты остаются и третий вариант когда абсолютно пока неизвестна система можем выбирать то есть мы отталкиваемся от изначально информации который у нас есть пробуем подобрать там один или два инструмента и как бы в них сделать небольшие прототипы которые не занимают много времени и как -то показать заказчику чтобы он мог как-то обоснованно выбрать что ему интересно второй вопрос можно повторить еще раз а второй вопрос на этапе кей до соответственно ну периодически аналитик на этапе разработки уже когда есть какая-то определенная часть функциональности может как-то проверять и соответственно дальше на и после этап разработки на этапе тестирования идет полная проверка данных соответственно выявление ошибок и дальше идет регрессионное тестирование которое проверяют еще за исправлением ошибок не появилось ли у нас чего-нибудь нового и соответственно третий вопрос это ну все то в ситуации если мы делаем учетную систему например какой-то большой комплексный проект у нас есть не только без соответственно ну здравствуй вас есть команда разработки учетной системы а вот скажи почему вот нам вот это вот приехала когда система изначально заказчика то мы стараемся оговаривать о том что корректность данных на вход от учетной системы все-таки до обеспечивает заказчик а не мы потому что мы не являемся разработчикам там очень редких случаях мы можем как-то понять принять простите и постараться что-то придумать но стараемся все-таки заранее оговорить этот факт заказчикам спасибо большое вопрос один про случай а нужно напоминать отчетов некоторые отрибута которые читаются по факту системы хранится допустим я читался за 2016 год на обуви по разу 2017 еще нет но это если бывают такие случаи когда это может как-то работать и получить подчет на едином системе он сама но во первых при внедрении биосистемы на этапе сбора она требования обязательно нужно оговорить историчность данных что мы храним либо актуальную информацию либо всю историю либо там вот период который хранится соответственно есть во всех моих проектах мы обычно храним полностью всю историю хранилище данных который специально под это разрабатывается поэтому ну из теории могу наверно пускай только какое-то бокопирование регулярное которое потом позволит нам оперативно развернуть данные построить там что-то вот из старого я наверное отвечу больше не как аналитик как разработчик который занимался системами и это достаточно большая головная боль потому что во первых можно не отловить момент где система что-то округлила во вторых многие базы данных многие биосистемы еще и округляют по-разному соответственно здесь только наверно могу предложить это тестировать ну разработчик все-таки должен выдавать в идеальном случае систему которая полностью работает и исправно поэтому какое-то внутреннее тестирование и соответственно проверка регулярная того как идет округление с какой-либо там сверх банально даже из базы данных построить напрямую построить отчет или анализ на базе данных сверить с тем что биосистема выдает если расхождение то соответственно ищем причину корректируем либо если там есть какие-то бизнес правила по округлению там консультируемся заказчиком какие у него есть требования на этот счет и стараемся разобраться победить систему